Все. Так, девочки, всех приветствую. Ну, кто присоединился, большие молодцы. Кто будет в процессе присоединяться, слушайте. Чуть попозже будет практика. Сейчас мы с вами обсудим фильм «Время». Кто его посмотрел, да? Год выпуска 2010 год. Но тогда вот именно мне не зашел этот фильм, я его даже смотреть не стала. То есть сознание было еще не такое, как сегодня, да? Актуальности не было. А сейчас это время несет огромный смысл, как вы понимаете. Вот я хотела бы спросить, у кого в окружении есть токсики? Есть абьюзивные отношения у кого-то? Есть люди, которые тянут вашу энергию, время воруют, да, варварские? Вот если в вашем окружении такие люди есть, надо им сказать спасибо. Почему? Объясняю. Потому что вам Творец дает много сил и энергии на реализацию вашей миссии. А вы это время не используете по назначению, да? Вы его сливаете, а эти люди, они как бы помогают эту энергию отсосать, убрать у вас излишки, чтобы внутри вас это все не разбушевалась энергия. Ей же нужен выход. Почему люди пьют, да? Например, в наркоманию ходят, в токсикоманию, в игроманию. И почему такой жуткий слив энергии идет? Потому что человек не выполняет свою миссию. Он не идет по пути своего призвания, он не слышит зов своей души, потому что очень много сейчас людей, которые свою душу давно уже погасили. Там маленький огонечек горит, да люди зомбированы. И вот вообще же мы понимаем, учителя, говорят наши ченнелеры, да, что даже идет к тому, что вот эти души, которые не реализовались, которые пошли по ложному пути, да, антиразвития, такие души пойдут на разборку. Вот. А наша задача, вот этот огонек своей души разжечь, понять свою миссию, идти в унисон с задачами души, взрастить в себе любовь, исследовать этот мир через добро или любовь, да. Мы исследователи, мы игроки, а мы с вами зависаем в каких-то ролях. Кто-то в мамке, кто-то там хорошая жена, кто-то хорошая девочка, да, кто-то в достигаторство ушел, да, доказатель еще хлещий, да, доказывает миру, что я вот из тела какого-то, вот я вернусь, и вы тут схаваете, когда я к вам приеду на крутой точиле, да, баблом буду тут совить, потом, как правило, идет откат, они идут в оппозитную сторону попадают. И вот эти состояния внутренние, да, которые разрушающие, слив энергии, доказатели, там, перфекционисты, да, у нас, я вот перфекционистка, много у нас вот этих ролей, и они, по сути, нас всегда откатывают назад. Когда мы осознаем, что мы пришли сюда в роли игрока, исследовать этот мир через добро и любовь, да, нам дают энергию, мы понимаем свою миссию, когда мы находимся в дружбе со своей душой, как ни крути, она все равно будет нас вести, вот человек говорит, я не знаю, зачем я туда еду, меня как будто высшие силы туда ведут, да, у нас у каждого есть духовные наставники, кураторы, они же нам помогают, у нас хранители рода, у нас высшее я наше, да, весь архив хранится, где наши предыдущие воплощения, мы постоянно на связи, шишковидочка наша, связь с Творцом, да, мы постоянно на связи с Высшим, с Абсолютом, с Творцом, мы можем туда ходить, в эту энергию безусловной любви, брать там столько, сколько нам надо, всегда вовремя, но мы в эгрегорах, да, мы опять зависаем в эгрегорах, а эгрегоры это опять же ограничение, вот, так вот, возвращаясь к потери души, и вот фильм, да, вот мы, ну, посмотрел кто-то, кто не посмотрел, посмотрите обязательно, вот этот герой уел парень, да, он как такой Робин Гуд, вроде добром догоняет, да, как говорят у нас в народе, вот он эти деньги, ну, время, да, у них же время, у них у всех, вот здесь вот часики тикают на руке, он раздает это бедным, да, из гетто, людям, которым этот ресурс, по сути дела, даже не нужен, не нужен, вот смотрите, он другу своему, да, дает 10 лет жизни, что он сделал с этими 10 годами, он просрал их, да, он просто тупо напился, год пропил тут же, и трагически погиб, ну, допился, потому что ни цели не было, ему дали много, вот в такую емкость, да, помните, вот, из графина, если мы наливаем стаканчик, стаканчик, емкость маленькая, а дали много, а запроса на это не было, разрешения, разрешительной способности не было, естественно, он это пошел и слил, и у него еще 9 лет осталось в запасе, он ими даже не поделился ни с женой, ни с ребенком. Вот этот Генри, да, Генри, по-моему, который закачал-то ему вот этот миллион лет, да, ну, сколько-то он ему закачал, когда, он говорит, мне надоело, я уже все прошел в этой жизни, я хочу в дом души, тоже, то есть, вот смотрите в этом фильме, как нарушается вообще гармония и баланс в жизни, да, вот он бедным дает, эти деньги раздает, а у них, им это не надо, у них нет цели, они просто так же тупо сольют этот ресурс, то есть, вы поняли, да, время, деньги, прямая параллель, естественно, то есть, если мы перенесем на сегодняшнее наше время. Вот вчера молодой человек вышел, я пошла ребенка провожать на школьный автобус, и вот вышел рано утром, вышел зомбик, вот он молодой красивый парень с мешком мусора, там и шприцы, там пустые бутылки от пива, вот он вышел, он в потерянном времени, вот он, вот сказка о потерянном времени, а он в потерянном пространстве, он ищет, ищет мусорку, и я думаю, надо же, какая аналогия, да, он вышел, и вот его бессознательно, да, он ищет мусор для себя, то есть, вот с этим мешком, а душа его как будто ведет еще там, который маленький огонечек, не погасший, Юлечка, привет, он говорит, да, иди, говорит, найди эту мусорку, выброси этот мешок поганый из своего сознания, эту корзину с мусором, может быть, душа твоя уже начнет просыпаться, вот понимаете, какие вещи, нам всегда Вселенная показывает образы, да, и вот наша задача сознательно понять, а что мне сейчас показывают, раз мы копаем сейчас эту тему о потерянном времени, сказка, помните еще про детишек о потерянном времени, как они сливали свой потенциал, потом они в старичков превратились, да, интересно, вот, и все, везде ведь нам говорят, что берегите, цените свое время, вот, и возвращаясь к фильму, сейчас я у Юли спрошу, Юлечка, привет, а ты смотрела фильм «Время»? Юль? Привет, привет, смотрела, да, мне очень понравилось, очень интересный, да. Да-да-да-да, вот видишь, как я говорю, что запроса нет на ресурс, да, а насильно дают, то есть причиню-ка, я пользуюсь им людям, да, друг вообще загнулся на следующий год. Получается, у него погиб тоже из-за этого же, помнишь же там? Да-да-да-да, вот так я тебе 10 лет еще подарю, так просто, да, а то он и не просил. Вот, сколько мы делаем тоже в жизни вот этих ошибок. Так, Наташа, так, Наташа, Наташ, а, Наташа у нас не посмотрела фильм. Так, ну что, девчонки, давайте, сейчас мы с вами будем приступать к практике. А, вот я что еще хочу вам сказать, вот, посчитать, сколько стоит наша минута. Вот две женщины разговаривают, одна говорит, я так хочу айфон себе купить, ну, за 150 тысяч новый, да, вот сколько, ну, где-то 150 тысяч стоит, а другая говорит, да ну нафиг, он такой дорогой, это три месяца моей, по сути дела, моей жизни трудовой, да. Вот, одна говорит, ну, я хочу больше зарабатывать, я буду масштабироваться, чтобы этот телефон себе купить. А другая себе запретила сразу, да, она говорит, ну и ладно, да нафиг он мне и нужен. Как бы не жили богато, нечего и начинать. Вот, и вот посчитать, если сколько стоит наша минута, вот у нас 40 тысяч 200 минут в месяце, да, и вот если наш доход разделить на количество минут, то у нас получается стоимость одной нашей минуты. И вот мы должны на это трезво посмотреть и сказать себе, нас это вообще устраивает или нет. Вот, я думаю, наверное, никого из нас это не устраивает. Поэтому меняется наше сознание, мы понимаем, что вот я хочу столько, чтобы у меня было сил, энергии, финансовой энергии, да, чтобы я не парилась. И вот эта покупка телефона, она составляла, допустим, там, ноль, ноль какую-нибудь и десятую или сотую от всего дохода. Вот когда у нас деньги, же это энергия. Энергия, которая дается на реализацию нашей миссии, наших творческих замыслов, проектов, да, с условием, что мы идем в роли исследователя и исследуем этот мир и состояние добра и любви. И в окружении нашем люди, которые разделяют наши ценности. И это вот очень важно понимать. Конечно, мы, каждый из нас несет определенную миссию, благую миссию, и мы должны масштабироваться, то есть в свое окружение, давать такую пользу миру, что люди вокруг нас, количество людей увеличивается. И мы помогаем им тоже зажечь этот огонек души, и чтобы они открывали, понимали свою миссию, были на прямом контакте со своей душой и, конечно, с энергией Творца. Вот, шишковидочку-то не зря сейчас открываю. Так, ну что, сейчас мы сделаем с вами практику. Я не могу не поделиться с вами такими шикарными практиками от нашего мастера. Поэтому мы сейчас будем возвращать украденное у нас время токсиками, да, токсичными людьми, абьюзерами, людьми, которые варварски крадут наше время. Когда-то там, да, еще с юности подружка позвонит, там и часами ноет, там с парнем она рассталась, да, и вот мы всю ночь должны слушать, нам неудобно же, у нас же программа «Я хорошая девочка» у многих была, и неудобно же отказать. Утром не выспавшись, опять день пропал, потому что толком энергии нет. Вот, будем возвращать украденное время, но если мы у кого-то воровали, может такого эффекта не быть, но, по крайней мере, мы сбалансируем свои энергии. Вот, значит, возвращаем необоснованно украденное время, а вместе с ним и силы, и энергию. Сейчас глазки с вами прикрываем, готовимся. Я сейчас, ой, видео пока отключу, чтобы на меня не смотрели. Так. Расслабляемся, закрываем глазки, настраиваемся, и сначала мы с вами создадим намерение. Ноги, руки раскрестить, расслабиться, и делаем глубокий вдох, и выдох. Еще раз вдох, и выдох. Наполняемся, безусловно, любовью. Теплой, мягкой, безусловной любовью. И еще раз вдох, и выдох. Вдох, и выдох. И создаем намерение. Мысленное ли вслух, повторяйте за мной. Я, можете свое имя произнести, создаю намерение через увеличение любви, доброты, радости, молодости, изобилия. Я изымаю все время, которое было украдено у меня. очищаю и омываю. Очищаю и омываю. Оно возвращается ко мне и ведет к увеличению доброты и любви во мне и во всех, кто со мной взаимодействует. И теперь почувствуйте теплую энергию, мягкую, теплую энергию Абсолюта. И сейчас мы с вами создаем кокон вокруг себя. Почувствуйте, как вокруг вас образовалась пленочка, которая будет здесь хранить вашу энергию. она сейчас будет нужна для того, чтобы защититься от тех энергий, которые пока еще не пройдены через очищение и не исцелены. Почувствуйте, что вы под защитой создали собственное энергополе и в него не пройдет ни одна энергия, которая будет для вас разрушительной. дышим. И теперь мы с вами просим Создателя изъять, очистить и вернуть все те единицы времени, которые были тайно или явно, вольно или невольно, украдены у нас. Мы принимаем это время. У нас есть для него энергия и возможности. Мы готовы направить эти единицы времени на созидание, на исцеление, на исследование этого мира через любовь и доброту. Прямо прочувствуйте, что это ваше желание, это ваше состояние. А сейчас приложите ручки к вашему сердечному центру. Почувствуйте, как из глубины вашего тела и вашей души идет этот мощный призыв. И теперь увидите, как вам идет энергия. она такая красивая, переливающаяся и в то же время теплая и мягкая. Она возвращается со всех сторон, проходит через очищение и теперь проникает в вас через вашу защиту, потому что для вас эта энергия, энергия времени не несет больше никаких разрушений, а только созидание. Почувствуйте, как эта энергия входит в вас, во все ваши тонкие тела. у кого-то сейчас может начаться дрожь, у кого-то прям вот зашевелиться волосики на голове, а кто-то может почувствовать жар или наоборот холод. Каждая реакция индивидуальная, но мы помним, что плохих реакций нет, есть просто реакции тела. Почувствуйте, как эта энергия распространяется и теперь, теперь дает возможность вам почувствовать такую наполненность. Может даже появиться ощущение, что выпрямляется, вытягивается позвоночный стол. К вам вернулось то время, которое вам самим нужно. это время пойдет на созидание, на исследование этого мира через любовь и доброту, чтобы вы жили кайфовую, яркую, классную жизнь, изобильную жизнь, наполненную жизнь, чтобы вы реализовывались на полную катушку в этом мире, зная свою высокую миссию. Поблагодарите хранителей времени за то, что они откликнулись на наш зов и дали нам эту возможность. Поблагодарите хранителей кармы, владык кармы, создателя пространства, поблагодарите меня и моего наставника, от которого я получила эти знания. И самое главное, поблагодарите саму себя. Важно, вы такие великолепные осознали ценность времени и при этом понимаете, что вы бессмертные души, которые всегда будут успевать своевременно. И впереди еще множество воплощений и мы готовы исследовать этот мир через любовь и доброту. Вдох, выдох и теперь медленно или быстро, кому как комфортно. Возвращаемся в эту реальность здесь и сейчас. Открываем свои глазоньки. Медленно или быстро, кому как удобно. Возвращаемся в эту реальность здесь и сейчас. девочки, как вы себя чувствуете? Благодарю, Аленушка. Очень, очень позитивно. Ты еще не сказала про столб выровненный, ну, про позвоночник, такая такая дринг сразу у меня прям прошла. Еще, знаешь, такое чувство, как будто вот бриз морской. Легкий-легкий, когда ты тоже говорила, там вот, ну, разные ощущения можно. А у меня прям по всему телу как будто холодок мятный вот такой. прикольно. Да, 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 это здорово, классно. А можно ее повторять будет? Или вот, ну, время от времени? Ее вообще делать надо не больше двух раз. По ощущениям, мне кажется, она настолько мощная, вот, ты ее в записи просто потом еще один раз прослушай, и пока достаточно. Вот, если почувствуешь упадок сил, когда, ну, вот мастер говорит ее, ну, если есть запрос, через полгода можете ее повторить. у нас будут еще сейчас классные медитации. Да, практики будут. Мы же все возрождаем канал, потому что очень много надо людям отдать. Вот, Наташа будет еще преподавать интересные практики. А, все вижу, слышу. Да. Наташа, как у тебя ощущения? Здорово. Я проснулся. Я проснулся очень здорово, конечно, такими мурашечками все побежало, прилив силы, конечно, огромные. Спасибо. Спасибо большое. Вченки, я знаю, что могу сказать, раз такие реакции пошли, значит, действительно, энергию вернули, значит, вы не воровали у других энергию, а вот у вас воровали. У вас воровали. Потому что мы в архетипе кормилец, много, ну, знаете, один из денежных архетипов кормилец. Вот тоже мы про денежные архетипы будем разговаривать. Это те люди, которые готовы отдать, щедро делятся, дают, а потом не благочестивые, не люди, которые любят подсосать энергию, вот к таким людям, как липучки, прилипают. Кстати, нам надо будет с вами еще сделать практику на связь с отношением, мы ее тоже сделаем в ближайшее время. мы скинем от себя всех, кто живет на нашей энергии. Есть такой запрос? Я думаю, что у них есть. Конечно. Это интересная тема. Да. Вы не представляете, мы даже с детьми должны делать эту практику связь отношений, потому что у нас дети очень сильно... об этом и подумала сразу. Все, девочки, да, у меня начинаются занятия. Все, Аленочка, спасибо большое.